Мы влазим? В кадр умещаемся? Чай, ставь чай! Ставь чай, мы умещаемся в кадр! Умещаемся в кадр! Всем привет! Я сегодня приехала в гости к своей сестре Иринке Она тоже вышивальщица Покажу вам ее работы Посмотрим то, что она вышивает Это икона умиления Еще не дошита Это я Иринке дарила Половина уже вышла Осталось чуть-чуть Камушки Это от Новослободы Икона Понравилось тебе вышивать камнями? Тяжеловато, но очень Красиво И очень интересно Лялечка Лялечка, здравствуй Лялечка, ты моя слядечка И какие у тебя зубки? У тебя какие страшные зубки Хочешь укусить, да? Это она уже так оскалилась У нее такие зубы не поймешь Когда она скалится Не знаю, улыбается Не знаю Улыбается Натянутая улыбка Не надо лучше Вот по-нашему сразу видно Когда он улыбается Когда злится А по ней не помешано У нее все время злобное Такое выражение лица Лица Морды А ты не сразу Весь бисер пересыпаешь? Нет Я вот то, что вышивала Я его пересыпала Пакетики закончились Я потом Пересыпаю А у тебя есть липун коврик? Нет Я тебе на работе Тебе нравится? Удобно? Для бисера Мне маленький столик А я насыпала туда на коврик И вот так брала Ты рассказывала Я на Алиэкспресс коврик заказала Мне никто не мешает Ты вот так в коробочке Ну я вот в коробочке Потом если мне надо Вот три цвета мне надо Я их переложила Вот это то, что осталось Вот это Сложила Три штучки склеенных было Вот Я их переложила Эти в три взяла И все На маленьком столике Очень удобно А вообще брака много было В этом наборе Бусинок бракованных? Нет Мы первые вышивали Знаешь сколько много было? Вот видишь Мы вышивали У нас в первом наборе Одна только не влезла Меленькая А остальные все хорошие А у нас очень много было бракованных Даже у Алины не хватило Вот таких вот бусинок Потому что много бракованных А вот эти, которые слеплены Их можно ножницами разрезать Они разрезают А их даже пришить можно Только в две взяла и все Разрезать и пришить Ну это там видно все равно Я пришивала И так видно Если две сразу пришивали Чай попить вам не даем Садитесь мы подвинемся А это казанская Это ты отдельно схемку покупала Бисером будешь вышивать Или нитками? Да, бисером А вот будешь подбирать бисер Цвета подберу Слушай, а здесь номера не написаны Или написаны без очков Не вижу Номера какие? Нет Номера бисера Сколько штук только надо А, так Слушай, а как же ты будешь подбирать Вот какой матовый А какой глянцевый Это я сама уже Не думаю Вот смотри Вот тут вот кофта Видишь, вышивается Что хочу ярче Вот смотри Вот это, например, белым А вот это прозрачным Может вышивать Да, который вот сейчас Вот, вот Прозрачный Да Вот можно такой Даже прозрачный Гулять-то гулять, да? Белый вот такой вот тоже Трубашка Я вот все равно набор Я вот все равно набор Набором проще, конечно Но дороже Но она и это не дешевле Не дешевле Бисер дорогой 27 рублей пакетик бисером Опять 5-граммовый Чешский, если бисер А китайский Смысла нет Китайский он толстый И кривой И вообще Ничего не получается Это знаешь Я с одной женщиной разговаривала И она вышивала вот такую вот икону Китайским бисером А я ей сказала Зачем, говорю, вы китайский Говорю, покупаете бисер Она говорит, дешевле И представляешь, мы с ней начали считать У меня на икону Тогда стоил набор 950 рублей А у нее с китайским бисером Вышло 700 рублей И я говорю, вот и за 150 Сколько, 250 рублей Ну такой эффект Как будто у нее криво пришиты Эти китайские бисеринки Да Я говорю, вот смысл Я говорю, что вы мучаетесь Она вообще аккуратно вышивала А смотришь на икону Как будто криво пришитый бисер Я говорю, ну вот какой смысл Еще и оформление Потом платите Нет Ну вот этот эффект криво пришитого бисера Нет, я тоже Я только чешским вышиваю Интересно посмотреть Вот эту будешь вышивать Ты бисер уже купила? Вот потом будешь вышивать А вообще долго За год ты, наверное, вышью Долго, да, вышиваешь? Нет Быстро Те маленькие Вот маленькие Самые маленькие Получается вечер А вот эту сколько? Вот эту Это уже три вечера точно Неделю я по вечерам Вот я вышивала Неделю Я вечер У меня так же уйдет Вроде казалось бы Вот это быстро вышивается Вот это вот Ну да, тут через одну Тут через одну Да Но вот здесь вот эти вот Когда назад игол Вообще быстро Самое трудное Это вот получается Да, вот это дольше всего У меня ушло Вот на этот узор А так это быстро Ну вот если не целый день А только вечером вышивать Вот допустим Час-два Да, пять вечеров Уйдет на эту работу Если, например, во сколько-то Восемь я села до одиннадцать А картины не вышиваешь ты? Не любишь Не любишь или не пробовала? Не пробовала И пока не тянет Я хочу дальше, знаешь, вышить эту икону Пока вот У меня пока иконы Больше как бы Вот то, что хотела я То, что вот у меня было в плане Я вот вроде Ну вот эта вот у меня большая А потом хочу эту Куклу делать Вот я давно собиралась Лена уже Я уже просила Я говорю, что я еще не собралась Она к той Вот мне интересно Как ты и работаешь Швею еще и вечером вышиваешь Тяжело? Спина Спина нет Диван мягкий Ты иконы только вышиваешь? Да, любые иконки причем Не знаю Я с них начала Первое Вот я говорю Та была Потом вот там на двери у нас Висит у Лены Семистрельная Потом я почитала Что вот какие иконы Должны быть дома И вот я их ничего Сейчас на задний фон Обратят внимание У меня же внимательные зрители У Иринки тоже ремонт Как и у меня Обои ободрали Новые Половину наклеили Половину еще нет Семистрельная Ой, фу Это чаша Неупиваемая чаша А это матрона Да Просто бисером Камнями, бусами ты не вышивала Но они все у тебя небольшого размера Да? Большие есть? Нет Нет? Большая вот, которую Ленин первый Только хочу большую Сейчас посмотрим У тебя запасы есть? Сегодня? Нет Я лишнего никогда не покупаю Я только покупаю Беру ее, делаю Тогда я беру следующую Я никогда не набираю Чтобы лежала Потому что я буду хотеть А некогда будет Ну да, я набираю Цветочки какие красивые Семистрельную нужно напротив порога Ну вот когда заходишь Ну что плохого не А у меня есть семистрельный набор Тоже большая икона Это я Андрею Икону вышла А мужчине нужно дарить мужскую икону А женщине женскую Мужская это где Иисус Христос Либо Николай Чудотворец Либо имена икона А женщине Божья Матерь Богородица Ну ты как вот начинаешь И ты пошла все подряд вышивать Подряд Нет, а я сперва вышила вот эти Нет Нет, нет А ты все подряд Рядочками подряд И как шов назад иголку Вот я одеваю бисеринку Назад Назад делаю Потом опять в эту же бисеринку И одеваешь следующую Вот так ровней шов получается Тут мне оформление понравилось Хотя я вот этот выбрала багет Они говорят У нас такой багет остался только одна Планка говорит Немножко бракованная Я говорю А где она бракованная? Они говорят Вот видите Кое-где Вот она как бы темнее Вот видишь Бестра А я говорю А такое ощущение Что так и надо Я вообще подумала Что это так задумано Мне понравилось Говорю давайте То что вот цвет Вот неровно прокрашено Я говорю А мне кажется Что это так задумано Так должно быть Да Вот это прям по цвету Она сюда подошла Как фон Да, да Вот Между бусинками Такой фон Иринка работает швеей У нее своя мастерская швейная И вот смотрите Наперсточки тоже есть Коллекция наперсков Такой наперсточек Я сейчас тоже начала Собирать наперски У меня тоже пока Три штуки Этот красивый Наш оренбургский Слушай У тебя нет Оренбург Надо тебе привезти Нет Это вообще Вот такое У меня керамический Вот такой Керамический Оренбург Я знаю Где продают Я тебе привезу Еще в коллекцию Это дедушкина Маминого папы Нет Он ей не родной Это дядя Вот бабушка Он везде был Он был Семь раз раненый Он контуженный был Голову у него Получается Пуля была Так как он в голове До 78 лет прожил Издравым Было растутки Получается Занимался Молодежью А вы название Знаете Это что за звезда Красная звезда За что, товарищ? Героя Ну А звезда героя Как называется За что Красная звезда Орден Красной звезды Какой Где Орден Красной звезды Вот это Орден Красной звезды Это Пролетарии всех стран объединяется, написано. Это гвардизм. Орден Отечественной войны. Получается, что у нас родные папы, родные дедушки с нами не жили, не воспитывали. Но смотри, какие отчимы. Герои. Мало того, воевали, еще чужих детей воспитывали. Подняли, на ноги поставили. Очень люблю. Эти юбилейные. А вот это после войны. За обороны Москвы и за победность Германии. Вот отчим ваш, да? Мамин отчим. Да, мы нас воспитываем. Маленьких, вот за нами везде боролся. А у него свои были дети? У нас свои выкидывали. Нет, своих детей не было, да? Угу. Ну, конечно. Мой папа и Иринкин с Андреем, с Сашем. Я на канале Жили-были выкладывала видео про своих братьев, сестренку. И вот наш папка. И вот что интересно мы заметили. Вот фотография у Иринки с Андреем, нашего папы. И у меня есть фотография, где там он один или он с мамой. Но нет ни одной фотографии, где он детей держит на руках. В общем. Он только плодить нужно. Ну, вот, да. Он только, у него хорошо дети получались. А воспитывали потом отчима. Держать у меня отчима. Да. Ну, у меня и отчима не было. Мама одна меня воспитывала. Вот наша папка. У тебя вообще у мамы никогда мужчина не было? Нет, мама разошлась. Мне три года было. Больше замуж не выходила. Но она замуж тоже не выходила. Не жила ни с кем. Год. Не, я ни с кем не жила. Здесь Вова. Здесь мы еще пожили. Вот он нам уроки подсказывал. Она его будет. Ну, а вон кто еще есть тут. Черепашка. Черепашка. Неудобно тут мне снимать. Только камеру бы мне не уронить в аквариум. А то я одну ушатала уже на даче. И осталось эту уронить. Ой, ой, карабкается, карабкается. А что ты ее ушатала-то? Уронила? Бедро с водой. Бедро с водой. На даче? Ну, ветер дунул так. Ой, ой, побежала, побежала. Она прям бежит, бежит. Она думает, я ей сейчас что-то дам. Когда потом поехали, что ли, уронила? Да нет. Она точно не укусит? Да нет, она вообще не укусила. Они прячутся по себе. Они раз и убирают и ручки, и ножки, и все. Нифига не убирает. Надо не пальцем. Ой, она меня за палец. Она меня трогает. Она трогает. Ты ее за шпанцирь возьми. Она нырнула. А то ее за палец. Ну, руки-то опустит. Так я ж манты-то ела. И че? А слушай, она чует, смотри. Аня, там мясо. Сейчас ты ей мясо кинь, знаешь, как она укусит. Она же мясная. То есть вот она мне палец-то сейчас трогала. Не повезет. Она трогала палец. Она чует, что это ей. Ой, господи. Какая она интересная, смешная. Ой, карабкается, карабкается. Покажи нам, что ты не только злобная, ты еще и уменькая. Зайку пошли. Дай лапу. Лапу дай. Пять. Отбей. Отбей. Я тебя попросила голос. Отбей. А теперь зайку. Мы еще зайку не учили. Проси. Проси. Все. Голос. 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 Молодец. Все. Отбей. Отбей. Еленечки из банала. Никогда не ходила. Не хотела. Тимур сказал, глаза надо поджечь. Чтобы блестели. Чтобы блестели. Чтобы продавай фееверка. Тогда им хвост надо поджечь, и глаза блестели. А, то, что спички. Это же спички. Сейчас фееверк. Я сперва не поняла. Думаю, что глаза зачем поджечь. Фееверк давай. Делаем, потом поедим. Салют. Ну что, поели, а салюта не было. Да, сейчас зажигалочку. Ну надо же. Вот охота была конетельца. Он любит это. А, рез. А, это супруг делает. Он любит что-то такое делать. Чтобы красиво было. Вот это тыринка супруг рукодельный сделает. Нарез. Так, нравится? Ага. Я говорю, нравится. И я тут на свинь чалпакет положила. Со всех сторон. Глаза, говорит, поджечь надо, Андрей. Я шучу. Собачка офигела. О, салют. Такие дельфины. Даже глаза горят. Салют. Вот Тимур придумал какую-то глупость. А мы тут уже кинулись. Я не догадалась. Я думаю, что глаза какие зажечь. А то, что сама спички предложила ставить. Для меня не тошно. Нам в сыр такие идеи нельзя. Понимаешь? Все, загорелись глаза. Вот все время какую-нибудь глупость придумала. Это у нас семейная. Правильно. Ну все, нагостились мы. Всем до свидания. Желаю удачи. С вами была Инесса и Иринка. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok